29 ноября 2022 года в Москве стартовал Всероссийский совет судей. Одновременно в сети распространяется информация о массовом исходе судей, и пользователи сети гадают, почему это происходит. А именно, в Брянской области подали в отставку 6 судей, в Омской – 8, в Воронежской – 10, в Самарской – 9, в Псковской – 4, в Ивановской – 8, в Татарстане – 10. Мы знаем, что имеется три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. Однако законодательная и исполнительная власть не принимают на себя ответственности за происходящее. Общеизвестно, что исходящие от них документы не содержат подписи и печатей, на них только штампы делопроизводителей. И только судьи вынуждены ставить собственноручно подпись и печать суда, то есть несут полную ответственность за принятые ими решения. Решения в форме постановлений, приговоров и непосредственно решений. Я полагаю, что в судейском сообществе прошла информация о введении смертной казни. Это будет происходить, естественно, по решению, постановлению или приговору суда. Таким образом, на судей возлагается вся полнота ответственности за происходящее не только в мирное, но и военное время. Судьям это не нравится, и они понимают, чем это им грозит и чем это для них закончится. Поэтому происходит массовый исход судей. Мы, перворожденные, не согласны с введением смертной казни. И я говорю, остановить моторику. Субтитры создавал DimaTorzok